Награды для лириков. В областном центре подвели итоги ежегодного конкурса «Молодость Белгородчины». Какой путь проделали победители и лауреаты от творческого замысла до сцены овального зала филармонии, где проходило награждение. Чем живет белгородская молодежь, к чему стремится и какие проекты притворяет жизнь, выясняла съемочная группа «Мира Белогорья». Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Будний день, репетиция перед концертом, на котором руководители ансамбля Института искусства и культуры «Диамант» наградят премии «Молодость Белгородчины». Ребята выкладываются на все сто, впрочем, как и всегда. Это и ценит в своих студентах основатель коллектива Мария Сиротюб. Ее саму часто принимают за студентку, но именно небольшая разница в возрасте, по словам Марии, и помогает с легкостью находить общий язык с коллективом. Я иногда приезжаю, говорю, это мои дети, на меня все смотрят. Какие дети? Они же взрослые. Все-таки все равно это дети мои. Я безумно их люблю. Когда их вижу на сцене, я кайфую, сижу в зале. На конкурс «Молодость Белгородчины» коллектив представил плоды своей шестилетней творческой работы. В филармонии «Диамант» показал, что репетиции не прошли даром. Танцы стали украшением церемонии награждения. Премия «Молодость Белгородчины» объединила самых перспективных творцов области. В этом году в конкурсе приняли участие 70 молодых художников, поэтов, артистов и других работников культуры. Лучший из лучших — 21 человек. Евгений Толмачев — молодой писатель из Ракетянского района в одном ряду с ними. Свой талант взращивал на книгах Шукшина, Замятина, Валентина Распутина и Хемингуэя. Начинал писать еще третикурсникам журфака БелГУ в газету «Смена» и дописался до престижного столичного издания «Новая юность» и ценные областной награды. Когда мне позвонили, в тот день я был на рыбалке, пришел пропущенный звонок. Перезвонил, а мне говорят «Евгений, вы лауреат». Такое ощущение было, знаете, как будто вас поднимает над землей, над всеми проблемами, которые забивали голову. И ощущение окрыленности. Проза Евгения Толмачева о простых людях, которые нас окружают, о том, что для них ценно, о том, каким они видят мир и что хотят в нем оставить после себя. Тимур Халиулин – представитель элитарного искусства органной музыки. Своим совместным с филармонией проектом «Орган плюс» артист сумел сломать стереотипы и сделать широко популярный классику. Это проект, который расшевелил традиционное понимание об органе, как об инструменте старинном, академическом, очень сложном. В этом проекте мы как бы показали, что музыка органной может быть доступна не только истинным ценителям, но и тем, кто первый раз пришел в органной зал, и молодежной аудитории. Студентка третьего курса Института искусства и культуры Екатерина Румянцева занимается художественной росписью под дереву, ткани и металлу, а также академическими предметами, живописью, рисунком и скульптурой. Но больше всего ее вдохновляют русские традиции. «Это наше традиционное искусство, роспись. У нас в России большие центры таких росписей, как Жостовская роспись, Уралосибирская, Хохламская роспись. И нам необходимо сохранять традиции наших русских мастеров». Сегодня в овальном зале не обошли вниманием и бизнес. В нем, как известно, творчества тоже значит немало. Победительница областного конкурса молодежных бизнес-проектов Лилия Галкина из Вейделевки тому подтверждение. Студентка БелГУ пять лет назад создала в своем поселке тепличное хозяйство для выращивания однолетних растений и овощных культур. «Мы заменяем продукцию, которую вводим из других стран, областей, своей продукции. Эта продукция совершенно чистая, без каких-либо химикатов и так далее. Я считаю, нашему региону необходимо выращивать свои растения и овощи». В этом году конкурс стал юбилейным, уже 20-м по счету. За последние три года участниками молодости Белгородчины стали более 250 авторов и коллективов, 118 из которых вошли в число победителей. «Неважно, кем ты станешь в жизни. Станешь человеком труда, станешь прекрасным учителем или врачом, добьешься результатов науки. Если у тебя творчество в душе живет, значит, ты созидатель, и ты всегда будешь успешен». Андрей Радюков, Елизавета Верещагина, Евгений Цапков, Дмитрий Боев. Новости Мира Белогория. Новости Мира Белогория. Новости Мира Белогория. Новости Мира Белогория. Продолжение следует...